Хочу, чтобы мир был наполнен вот такими новостями, а не этим вот всем. 45 минут наблюдали за тигром шотландские полицейские на ферме в пригороде Абердиншира, пока не установили, что он плюшевый. Может быть, он не плюшевый? Они точно уверены, что он плюшевый? Надо бы понаблюдать за ним ещё минут 45. Может быть, он просто накурился, и поэтому плющит. Плющит, он стал плюшевый. А может быть, полицейские тоже были плюшевые? Хрен его знает. Какую неприятную правду вы осознали с возрастом? Первое. Если ты дружелюбен, добр уважителен к людям, то люди думают, что ты слабак, поехал кукухой, и тебе можно на лицо попасать. Я думаю, что слишком добрым нельзя быть. Если люди нагляют, можно и в репу им сунуть. А чё такого? Второе. Иногда даёшь человеку ровно то, что он просил, но ему этого всё равно мало. Ну и пошёл он в жопу тогда. Другие люди не думают и не чувствуют так же, как ты. То, что для тебя, очевидно, другому человеку, может быть, даже и не придёт в голову. Всё можно исправить, кроме смерти. Только она навсегда, остальное можно пережить. Ну, типа, да. Не бывает ситуации, что бы не могло стать ещё хуже. Да, но это такие очевидные вещи. Ну, как бы, вот мы сейчас на это смотрим. Ну что, они какой-то фурор в сознании, что производят? Нет, ну мы как бы живём с этим. Да, мир так устроен. Местами он несправедлив. И даже не местами. Ну и что? Ну и что? Нет никаких взрослых. Согласен. Плохие парни побеждают? Нет, побеждают всякие. Плохие, хорошие. Вообще, чё такое плохо? Саурон был хороший для своих орков. Для него эльфы были плохие. Нет понятия плохие и хорошее. Есть пересечение интересов, и люди сражаются за свои интересы. И общество сражает свои интересы друг с другом. И кто-то побеждает. Так мир устроен. Это не хорошо, не плохо. Просто так вот. Мы же так живём. Всё. Возможно, ты умрёшь, так и не встретив свою настоящую любовь. Возможно. И что? Я встретил, кто-то не встретил. Всем плевать на твои мнения и твои проблемы. Нет, близким людям не плевать. Семье не плевать. Друзьям не плевать. Жизнь несправедлива. Да, местами, местами справедлива. Не каждого ждёт счастливый конец. Ну да. И даже если ты думаешь, что конкретно у тебя он будет, всё может измениться в любой момент. Ты должен заботиться о будущем старом себе в плане денег и здоровья. Ну, в плане денег сложно как-то. Не знаешь, что будет. А в плане здоровья, да, ты можешь заботиться о себе в плане здоровья. Тут ты сам на себя отвечаешь. Не бухай, не кури. И, пожалуйста, будет тебе здоровья. Ну, шанс будет больше тебя и здоровья. А по поводу плохого конца хочу сказать, что даже если у тебя будет плохой конец, это не значит, что вся жизнь твоя была плохая. Если основное время, которое ты прожил, было хорошее и только конец плохой, ну, ладно, я, в принципе, на такое бы согласился. Честный, добросовестный труд далеко не всегда достойно оплачивается. Да, так было всегда и будет всегда. Чем больше у тебя ожиданий от жизни, тем больше вероятность, что всё пойдёт не по плану. Неправда. Может быть, много ожиданий и пошло всё по плану. Почему нет? После 30 организм и вправду потихоньку слетает с гарантии. Хрень всё-то полная, если ты не бухаешь, не куришь. Ну, точнее, в уме, умеренность всё-то делаешь и занимаешься культурой, активно себя, активную жизнь ведёшь, то после 30 нормально всё будет. Посмотрите сейчас на 76-летнего Сильвестра Сталлоне. Какие в жопу 30 лет, о чём вы говорите? В детстве мне говорили, что деньги не главное, а важно здоровье, поддержка близких, смысл жизни и т.п. Но мир оказался таков, что с деньгами проще поддерживать здоровье, заботиться о близких, искать смысл. Да, с деньгами всё проще, абсолютно верно, всё тут. Да, такие себе умозаключения сейчас были, в общем, да. Какие-то даже немножко детские, мне показалось, категоричные слишком. Кот поделил диван. Всё, по-честному, кошья половина и собачья. Не, ну правильно вообще 50 на 50, всё честно. И да, здорово всем, меня зовут Макс, и мы тут с вами что, философство что-то пришли? Философство тебя не понял? Нет, давайте смотреть, дичь, тупеть и ржать. Палка. Просто существуют, дети. Она не просто существует, идиотический ты мем. Она существует для того, чтобы быть пистолетом. Вот. Так, всё, спокойно. Когда меня просят, что такое? Спросишь, что такое инфляция, я покажу эту картинку. Пакет рублёвый, 2 рубля. Пакет 2-х рублёвый, 3 рубля, окей. Поп-концерт. Ты последнюю песню спела так себе. Это позор. Блэк-метал-концерт. Братан, ты когда пел, я думал, что на сцене свинью резали. Не смущай. Арина Затиль. Никаких кошек и собак. Казахи. Нет, ну если он в своей степи жил с лошадкой, а потом решил переехать в город. Чё же ему, своего друга, что ли, бросает четвероногого? Я потому что не бросил, всё правильно. Когда любишь девушек, постарше, но в этот раз реально переборщил. Во сколько заедешь? Внучку домой отвезу и приеду. Чё? Блин, у меня друг есть, мой ровесник, у него сыну 17 лет. И, то есть, он скоро в теории может стать дедом. А ещё у меня есть друг, ему 45 лет. И у него сын живёт уже с девушкой, им 19 лет. И я так смотрю, всё-таки думаю, ааа, что происходит? Какого хрена? Мы же всё ещё пацаны. 30-летние мужики в 90-х, 30-летние мужики в 2024-х. 24-го, 24-го, ма, ма, ладно, хорошо. Не, мне, конечно, ещё до 40-ка ещё я же жить и жить, но тем не менее. Просто, ну, у меня типа разные друзья есть, и помоложе, и постарше. Вот. Так, давайте так. Так, кто понял, кто понял, в чём тут прикол, пусть поставит лайк. Я думаю, это как-нибудь, что стало не рассеять по очень интересному запросу. По запросу одной интересной песни. Кстати, далеко не самая лучшая у этого исполнителя, но прикольный. Я думаю, эта песня была юмористическая, специально так записана под такой ещё весёленький мотивчик с таким текстом странным. А так, да, вообще-то это один из моих любимых исполнителей, в принципе. Шелан, кто понял, в чём прикол ставит лайк, кто не понял, ищите ответ в комментариях. Она что-то готовит и трётся у плиты уже два часа. Он, когда пришёл есть. Где майонез? Такая, глупышка, ты же всё просто затмишь этим майонезом, весь вкус прикроешь, не почувствуешь наслаждения от там чего-нибудь. Майонез? Да, я хочу вкус майонеза. Вот, уже министром там сям делал, понятно. 8-0 подъём, в 2-3 выезды на встречку, остановка самоката, обязательно переградить весь тротуар, поиск людных мест в городе, езда на максимальной скорости, сбить как можно больше людей, словить как можно больше матов в свой адрес, основная часть дня. Это ещё касается курьеров, которые гоняют на своих электросамокатах по тротуарам. Но, в защиту этих людей, электросамокатчиков и курьеров, хочу сказать, что всё-таки не все так себя ведут. Некоторые аккуратно ездят, да. Надо это тоже признавать, но я не хочу быть, в крайности впадать, да, как бы дураков полно, но не все. Люблю пельмени. Нальёшь воды в кастрюльку, скопятишь туда для вкуса, соли, зелени, лавровый лист, а если деньги есть, то ещё и пельмени. Мне понравилась рожа этого пельменя. Он бы, знаете, хорошо смотрелся бы с теми шатанскими полицейскими, с тем тигром и вот эта пельмечка. Там вот они все сидели бы и смотрели друг на друга и думали бы, плюшевые они или не плюшевые. На это надо же как упороться. И чем самое интересное? Самое крутое кино о шизофрении, то, где половину фильма гадаешь, кого из героев на самом деле не существует, а в конце выясняется, что ты два часа смотрел в пол. У меня в первой книге похожий сюжет. Там случился апокалипсис, люди двое идут на юг, бегут от морозов, от ядерной зимы. Хотя на юге там на самом деле не теплее. Но это не важно, потому что в итоге оказывается, что тот, который старик, он у него не существует, а тот, который корней, он смошёл. Вот такой вам спойлер. Ну, твоя первая книга, она такая себе получилась, поэтому пофиг. Я думаю, тут все люди не случайные меня смотрят. Вы уже, наверное, её прочитали. Ну и не читайте эту хрень полную. Другие читайте, другие хорошие. Последняя клёвая. Я. Лёг спать. Мой мозг. Вот в России часто бывало, когда переводили фамилии. Я. Чел. Мой мозг. А что было бы, если бы в англоговорящих странах переводили русские фамилии? Я. Слушай. Мой мозг. Сергей. Визаут хэндс. Без рук, что ли? Сергей без рук, серьёзно? Блин. Мама. А ты помнишь свою зацикленность на Древнем Египте? Слава богу, что эти глупости прошли, да? Да. Я. Да. Слава богу, нашему Анубису. Прикольный днём. Мне ваши приметы на песён мне нужны, а если к деньгам? А если к деньгам, то давайте. Хорошо. Мужики в случайный момент времени. Почему я не богатый, а он не фанчится? Потому что ты, Олег, живёшь в Перми. Иди на завод. Я. Почему у папы так мало волос на голове? Мама. Потому что он умный. Я. А почему тогда у тебя так много? Мама. Окей. Лингвисты из Бухары признали фразу «Еди на пенсион» желанием прекратить диалог, а не оскорблением. Специалисты заявляют, что выражение не принижает честь и достоинство человека. Знаете, я сам, что... Лингвист, ну да, когда тебе так говорят, то он не принижает. Смотри, как у команды тектики. Смотри, кто говорит. Да и вообще посрать. В бубен. Что-то можно дать всем в бубен. Если, конечно, не... Хотя нет, не каждый может дать в бубен, ладно. Честно говоря, мне немного... Меня немного... Нет, дать может каждому, но не каждому вот так вот. Меня немного пугают люди, которые вместо того, чтобы ныть от своих проблемок, начинают их решать. Кто знает, на что они ещё способны. Ладно. Слушай, я передумала делать приворот на него. Он того не стоит. Я рада, что ты это поняла. Делаем порчу на смерть. Не существует никаких порчей на смерть. Если бы существовала порча на смерть, не было бы воин. Одна страна наводит порчу на смерть солдатам другой страны, а другая страна наводит порчу на смерть солдатам первой страны. И всё, все умирают. Е! Ну, в смысле. Это, конечно, плохо, но... Ну, вы поняли, к чему я говорю, что нет, это всё чушь. Долго искали маньяка Чикатило. Потом сделали порчу на смерть. И всё, он умер. Нет маньяка, да? Так это работает. Господи, кто в это верит, тот дегенерат. Только что понял, зачем в жигулях делали такой тюнинг, как на фото. Это всё потому, что в вазе должна быть роза. Это просто гениально. В вазе должна быть роза. В вазе, господи, в вазе. О, боже, это правда гениально. Кто понял, ставьте лайки. Вообще, ставьте лайки, даже если вы не поняли. Умные вы, тупоевые. Я вас всё равно люблю. Вы же мои зрители. Ставьте лайки. Ой, ладно. Ну, честно, вот честно говорю, лайки помогают конкретно моему каналу. Когда много лайков, Ютуб даёт чуть больше просмотров. Это, конечно, варьируется. Не в сотнях тысячах. Ну, но тем не менее, в рамках моего канала, да, это влияет. Ставьте лайки, спасибо большое. Когда кто-то уже в 7 раз, в 7 раз объясняет тебе что-то, а ты всё равно не понимаешь, но он не психует и всё равно продолжает объяснять. Спасибо, прости, что я тупой гаглоробушек. Гаглоробушек. В семье пессимистов. В кем ты будешь, когда вырастешь? И я вырасту. Молодец, наш сынок. А, точно ваш? В семье пессимистов? Ну, ладно, хорошо. Пессимисты... А почему нет попами... Ладно, тихо. Всё, Макс, спокойно. Это я, наверное, лучше вырежу. Когда... Сиськомист. Когда пришло голосовое сообщение, которое дольше, чем 10 секунд. Здравствуй. Каневский, здорово. Чё, здравствуй. Здорово, братан. Мы с тобой уж как просто родная кровь. Чё уж тут говорить. Здравствуй. Здравствуй. Здорово, бро. Вот так уже нам надо приветствовать друг друга. Самое интересное, что Каневский даже понятен, наверное, не имеет кто я такой в реальной жизни. Но это не важно, ладно. Я. Когда перехожу в этот режим, чтобы посчитать, сколько будет 7 на 6. Как? 7 на 7, 49, минус 7, 42. Всё очень просто. Правильно, 6 на 7, ну да. Сообщение от Нев 3 часа ночи. Во сколько ты родился? Эдди в жопу, астрологиня тупорылая. Золото скифов, золото скуфов. Давно не было мемов про скуфов, знаете ли. Я уже даже по ним соскучился, если честно. Никто. Я через минуту после того, как согласился куда-то пойти. Я сомневаюсь. Жиза. Мы до сих пор не пошли в баню. Когда нас обещали? А мы, кстати, сегодня собрались в боулинг. Ну это как бы да. Там можно поражать. Ваня пишет. А на Макс на майский, может, в боулинг сходим? Я ни разу в боулинге не был. Я не знаю, что там делать. Ну типа просто посмотреть, что там вообще. Давай, да. После бани. Когда на собеседовании тебе говорят, что около 10к на бонус 200к, если ты приложишь усилия, то 300к, вообще 500к получает. И даже можно миллиардк получать. Ну да, типа. Я. Бегу по беговой дорожке. Мой бок. Закалю. Я. Только не слизерин. Только не слизерин. Распределяющий шлепо... Шлепок. Санкт-Петербургская психиатрическая больница имени Каченко. Мне всё время казалось, что Каченко находится где-то в Москве или в Подмосковье. Ну ладно, буду знать, что не в Москве. Пожалуйста, ладно. Интересно, как он этот снимок сделал. Ну то есть, кот не будет сидеть в этом тапке. Секунду даже. Даже долю секунды, мне кажется. Вы храните сыр в холодильнике. Эксперты советуют ставить его на столе. Эксперт. Окей. Любой мужчина когда не увидел в холодильнике майонез? Блин, что-то второй мем про майонез. Неужели это новый тренд? Окей, будем знать. Сейчас посмотрим, если ещё попадётся мем про майонез или в следующем выпуске. Значит, стопудово у нас новый тренд с куфом добавляется. Ко всяким вайлдберрисам и прочим трендам. Когда приснилось, что в 21 веке люди будут работать на двух работах, чтобы выплачивать за бетонные пещеры до конца жизни. Кстати, старый мем был такой уже. Айки, да? Айки после. Господи, какой детский мем, боже мой. Ладно, забавно. Сатана, что привело тебя в ад? Я. Не знаю, я не виновен. Сатана, просто расскажи мне. Я. Я увидел, как мой друг дрался с беременной женщиной, и я решил помочь ему, чтобы было честно 2 на 2. Это старый анекдот, но почему-то он всё равно вызывает улыбочку. Лично у меня, а может потому, что я идиот. Под Варшавой поймали серийного какольщика. Он 5 раз ходил в городской бассейн по-большому. В бассейне города Плотск, недалеко от Варшавы, уже несколько недель подряд происходят выпивающие фекальные инциденты. Интересно, интересно у них там в Польше, ладно. Да, в принципе, туда не собирался, поэтому я всё равно. И уж тем более плавать там в говняной вашей воде. Обосранной. Когда я весной нарезал первый салатик из помидоров и огурцов и помакал в него сок хлебушком. В его сок хлебушком, да, прикольно. Хотя, подождите. Я не помню, я так делал вообще. Повекиньте. Я не помню, я так делал вообще или нет? Ладно, честно. Не, мне, конечно, так не делаю. А почему я так не делаю тогда? Это же прикольно звучит. Ладно. Ещё код прикольно стоит. И сердечко у него как будто бы. Или это не сердечко? Не знаю. Мой любимый трек, когда не понимаешь английский. Этот же трек, когда начинаешь его понимать. А прикиньте, Павел Дуров создал ВК или Телегу для того, чтобы туда кто-то мог постить мемы про Пабло Дурова. О, такая вот у него. Не знаю, просто вот он такой сидел. А, давай создам. Хочу, чтобы где-то меня постил. Когда с первого раза открыл книгу на нужной странице, пока все остальные ищут. Все тупые, кроме меня. Бывает. Если у тебя в учебнике 300 страниц, то, ну, вероятность открыть на нужную страницу, ну, типа, одна трёхсотая. И если в классе сидит 30 человек, а в трёх классах, нет, в десяти классах 300 человек и все так откроют, то у кого-то одного с большой вероятностью откроется на нужной странице. Почему, если наш мозг может игнорировать нос, чтобы не мешать нормально видеть, он не может игнорировать идиотов, чтобы не мешали, короче, ненормально жить. Потому что твой нос, как бы, ну, не может тебя как-то касаться. Он не может сбить тебя на электросамокате, например. Вот. Ну, или чё-нибудь ещё подобное сделать. Я сегодня кое-что осознал, получается, что я живу на работе, а свой дом я только посещаю. Ага, живёт дома только твой кот, а ты его просто регулярно вещаешь. Это старый мемб, окей. Современному поколению никогда не передавали по блютусу гифку для заставки на телефоне. И тупоринг тон, типа, ё-моё, мама звонит. Звонит. Не звонит, а звонит. И что вообще с ним делать? На каком языке я говорю? Ну да, а я, например, моё поколение никогда не пользовалось телеграмами. Телеграму не получали. Телеграму не в Телеграме сидели. А в будущем, наверное, люди никогда не будут... Будут те люди, которые никогда не пользовались классическими, нашими обычными современными смартфонами, когда способ передачи информации как-то изменится. Да, это нормально всё. А нет, их побрили. Ладно. Фокусник. Распиливать ящик пополам. Все сталины похорон. Ладно. Поверьте, вам нужна эта история. Ну ладно, давайте. Нам некуда деваться. Нет, хотя вам есть куда, а мне некуда. Я не могу уже сейчас перестать записывать видео. Моя сестра... А вы можете закрыть видео. Ну не надо, пожалуйста, лучше лайк поставьте. Моя сестра кормит дворовых котиков. Однажды к ней пришёл котик с адресником. Сестра подумала, что он потерялся. Открыла адресник. Там была бумажка с телефоном. Позвонила трубку, взяла девушка. Алё. Алё, я по поводу кота. Кота не дома. Ок. Ну блин. Ладно, это забавно. Делаешь силовые. Мышцы приходят, жир не уходит. Делаешь кардио. Мышцы уходят, жир не уходит. Перестаёшь жрать. Радость жизни уходит, жир не уходит. Жир не предаст и не бросит. Жир настоящий друг. Лучше, чем какая-то вертихвостка, стройность. То с тобой она, то не с тобой. Черепашка. Черепавел. Я говорю, что он что-то входит в тренды у нас. Короче, да. Скоро скуфов заменит всех. У нас будут майонез и Павел Дуров. Павел Дуров под майонезом. Блин, худа. Обманул, соврал, подвёл, обещал и не сделал. Любимая, я не прям обещал, я сказал, посмотрим. Да, действительно. У меня социальная батарея, как у пятилетнего айфона. Со мной весело полчаса, а потом мне надо посидеть во стены. Да, я не знаю, зачем кошки так делают. У меня кошка сегодня, вы не поверите, она так же сидела на столе, ну то есть лежала, батонилась, как батон хлеба, когда они каким-то образом, как сфинксы, куда-то у них лапы под них исчезают. И такой просто батон лежит, и башка из него торчит, и она вот так вот просто в микроволновку лобом уперлась, а уши назад, при этом ушами всех палит. Не знаю, что они там хотят этим сказать. Почему собаки всегда сходят с ума, когда видят других собак? Они типа такие, стоп, это же САБАНЯ, я САБАНЯ, САБАНЯ, они или сходят с ума, или начинают пытаться друг друга просто сожрать, разгрызть. Но есть третий вариант, это умная адекватная собака, которая может просто идти, никуда не ломиться. Но хозяйки шпицов сумасшедших, как и сумасшедшие шпицы, которые висельники на своих поводках вешаются, бегут просто сломя голову куда-то, не знаю, пытаются рваться всех, порвать и под машину попасть. У нас в Москве так, да, такие шпицы, я не знаю, почему я все время такие встречаю, да. Они, в общем, не слышали про умных собак-то. Кадровик. Нет, ваша способность понимать мемы без надписей, это не уникальный навык, из-за которого мы обязаны вас нанять. Я. Ну да, ну да, пошла нафиг. Ну да, не уникальный навык. Да, кстати, если у вас шпицы, и он адекватно себя ведет на улице, то вы красавчик. Я просто собачник, и они реально доконали, они просто пытаются нас жрать все время, хотя мы спокойно идем, никуда не дрогаем. Беречь себя до свадьбы, беречь себя от свадьбы. Опять какие-то крайности. Все по-разному бывает у меня. Вот, например, хорошая жена, у кого-то плохая жена. Девушки, когда въезжают в новую квартиру, сюда поставим диван, туда кресло, вот сюда тумбочку и пуфика, туда зеркало и цветы. Парник, когда въезжает в новую квартиру, сюда поставлю комп, ну и все. Ну, в принципе. Сесть можно и на пол, да, комп. Причем показывать себе на колени. Сюда поставлю ноутбук. Ну, типа себе на колени, я сам на жопу сяду. Одна пара итальянца ругались на весь пляж. И я начала их озвучивать по-русски, ибо было очень скучно. И чел рядом начал мне подыгрывать. В общем, у нас получилось что-то вроде «Пауло, как ты мог забыть мои спагетти?» Пощечина. «Тамара, ты долбанулась, какие спагетти?» Люблю русских. Белиссимо. Опять этот котик, смотрите, его раньше не было в мемах. «Деньги не важны», богатые люди говорят. «Внешность не важна», красивые люди говорят. Я понял. Кто-то «Вау, с тобой так легко общаться, мы разделяем взгляды на многие вещи, мне кажется, мы очень похожи как личности». Я «Спасибо, это я делал специально для тебя, ты просто меня плохо знаешь, я просто тут так с тобой себя веду, а попробуй пожить со мной хотя бы чуть-чуть, и ты поймёшь, какой оконченный придурок». Кто-то на первом курсе говорит, что родился в Туле. Его погоняло на ближайшие годы. Тульский пряник. У нас в колледже был чувак, у него была фамилия Киселёв. Вот ему уже скоро 40, как и всему нашему выпуску. И как вы думаете, его до сих пор зовут себя Компот? Не Кисель, заметьте, не Кисель. А теперь давайте вспомним тот самый момент, когда... Ну не скоро 40, но ладно, приближаемся. Когда ты на кнопочном телефоне случайно нажимаешь иконку интернета, и тут наступает момент дикой паники, тебя охватывает страх, и ты со скоростью света жмёшь на назад. Ну да, чтобы у тебя бабки не списались, а если это ещё и не твой телефон. Хотя какая разница, чей он твой или не твой, если ты мелкий, и за него мамка платит. Я нападу только, короче, для защиты хозяина. Я знаю, сейчас в конце будет стопудок или шпиц, или йорк, или чухуахуа. Хотя чихи, они, блин, умные, собаки у них, потенциал какой, ого, дрессировки подаются хорошо. Я нападу только по команде хозяина. Так, это у нас чё за порода? Это, не знаю, мини-доберманчик. Блин, они как-то называются, такие маленькие доберманчики, да. Клаки в печи никто нечет, говорит мини-доберманчик. Не помню, как это порода называется. А чё, смотрите, сзади у неё собака, как будто он типа с собакой собаки вырастает. Это собачий кентавр, чёрт возьми, ничего себе. Не спите в VR-шлеме, получил уникальный пересрач по пробуждению. Просыпаешься, вокруг... Как можно в VR-шлеме уснуть? Вокруг всё белое, непонятное серое пятно посреди, и чётко надпись вас исключили из сессии за бездействие. Думал, ну вот оно, чистилище, текстильщики. А меня просто вырубило во время матча. Ладно, как можно было уснуть в VR-шлеме? Что угодно. Ну, типа, хотя можно уснуть, если ты в говнище. Или просто задолбался, не спал 500 дней. Просто существуют философы. Зачем? Это интересно же, постигать суть вещей. Почему бы нет? Почему бы не задался с такими вопросами? Лучшая фраза, что я слышал сегодня. Помою посуду, когда придёт время. Когда придёт время, он не ленивый кусок, не способный помыть после себя грязные тарелки. Нет, он планировщик, слуга Фатума. Когда время придёт, он будет готов. Капелька ферри будет на губке. Он помоет всё. Ладно. У нас в лицее был парень с кличкой Конь, потому что его зовут Тимур. Его называли Тимур Лемура. Лемур из Многоскара. Это король Джулиан. На английском пишется Юлиан. Джулиан, Юлиан, ну короче, да. По-русски считается как Юлиан. Да, сокращённо это Юлия. Юлия это, блин, конь из Алёши Поповича. Ну да, логично, хорошо. Злодей, которого убили. Сцена после титров. Да, клишированная концовочка бывает. Наконец-то нашёл перчатку. Понял? Глобальное потепление. Знаете, как температура тела повышается, чтобы избавить тело от вирусов. Может быть, Земля пытается провернуть этот же трюк. Нет, Земля ничего не может пытаться провернуть. Бред. Когда мем жизненный... Блин, я так серьёзно на это смотрел, сейчас как будто это, ну типа, не шутка, а давайте порассуждаем, да. Как будто это, типа, что-то такое, прям утверждение какое-то научное. Когда мем жизненный, но задевает за самое больное. Ну ладно. Надо подумать о... Не помню такого. Имя Цербер произошло от неревнегреческого Корберус. Что... А, Керберус. Куда я смотрю? Что значит? Пятнистый. Аид назвал своего Пса Пятнышком. Ну, не Пятнышком. Пятнышко, это уж у нас там... Суффикс уменьшительно ласкательное слово сделал из пятна. Пятно, может быть, он назвал? Вообще, Пятнышко. Короче, ладно, опять я начинаю рассуждать. Ситуация следующая. Ну, хоть кот меня любит. Мудила, говорит, кот. А ещё смотрите, у него какие глаза смешные. А, ладно. Я 10 минут смотрел, как моя собака гоняется за своим хвостом. И подумал, вау, собакам так легко найти себе развлечение. Потом осознал, что я только что 10 минут смотрел, как собака гоняется за своим хвостом. Можно подумать, человеку очень сложно найти себе развлечение. Для многих развлечений, вот, вышел, покурил, всё, всё удовольствие. Кто-нибудь там, не знаю, пивка попил, кто-то в танке поиграл, кто-то пошёл побегал, на турничке повисел, там, не знаю. Ну, блин, честно говоря, найти развлечение человеку тоже не так сложно. Вот, мемочки посмотрел. Короче, всё, друзья, давайте на сегодня закончим. Читайте мои книжки. Это тоже в какой-то степени развлечение. И даже немножко развития. Ну, для тех, кто любит читать книжки, это, да, в общем, будет развлечение. Всё, ребят, всех вас люблю. Всем пока-пока.